Что ж такое персональный стратегий, как я вообще к этому пришел? В тот момент, когда я вышел из найма, это был 2013 год, мне захотелось отдавать, все отдавать, а ты выходишь на рынок, тебя знают как корпоративного сотрудника, ты не знаешь, тебя не знает рынок, условно-то стоимость твоя пока отсутствует или вообще нет. И тогда я понял, что хорошо, что у нас были деньги от проданного банка, и которые позволили мне особо не думать о том, чем кормить семью, но я начал с простого, я вспомнил, что я проводил десятки, сотни, там закрывали вакансии, интервью, и я понял, что важнейшим аспектом в какой-то момент является позиционирование человека. И я начал тему развивать, понял, что на рынке особо никто на эту тему не говорит, это не про личный бренд, это вот именно про теорию позиционирования, а кто я? Да. И это был такой, знаете, первый фундамент в построении понятия, построение личной стратегии. А когда мы говорили, ну, собственно говоря, я работал тогда больше в корпоративном секторе, потому что я их всех знал, и у человека, который работает в найме, у него всего, по сути, два состояния. Либо в найме, либо он уволен. И я тогда начал рассказывать о том, что, слушайте, очень важно твое собственное позиционирование. И когда мы говорили о позиционировании, возникал вопрос, а зачем, а куда, а дальше? И тогда я подумал, ух ты, класс, давайте подумаем о чём-то дальше, большом. Я вспомнил курс по стратегическому менеджменту, который я изучал в университете Аляски, и вспомнил о том, какую мы практику делали в тех активах, в которых я работал, и всегда в сентябре, октябре, коллеги мне утвердят, начинается процесс формирования бюджета. Ну, у нас это, мы можем это называть стратегированием или как-то ещё, но, в общем, когда ты становишься план продаж, план капексов, капексов, план инвестиций, всё у тебя складывается, и ты пытаешься слепить, и у тебя некая такая, получается, интересный такой план на будущее. Но в этом смысле для меня в памяти остаётся мой, один из моих руководителей, Александр Анатольевич Пономаренко, он сейчас владеет аэропортом Шереметьево, комплексом в том числе. Я помню, когда мы строили стратегию по продаже банка, он мне вызвал, говорит, слушай, в общем, давай, будешь директором по стратегии, Павел Релин, и я хочу, чтобы не думать об этом, вот тебе стратегическая цель на год, подаёт мне бумажку, и там на ней написано ROI 25%. Он говорит, всё, идите с представителем управления, делайте. То есть, по большому счёту, уровень собственников и владельцев, когда у тебя есть корпоративное управление, ты просто отдаёшь какое-то своё желание, которое для тебя является важнейшим, и они уже дальше всё раскручивают стратегию. Ну, а мы уже на уровне топ-менеджмента начали уже придумывать, как это делать. Возвращаясь к человеку. Я подумал, ничего себе, если мы все инструменты и корпоративных стратегий работают, компании работают, я много-много лет этим занимался. А почему бы не попробовать приземлить инструменты корпоративных стратегий в человеку? Понятно, что мне казалось это очень легко, очень просто, я набил определённое количество шишек, наверное, лет через пять я понял, что необходимо подумать о коучинге, о психологии, как это всё очень мельчится между собой. Ну, вот на сегодняшний момент это, наверное, версия, сейчас вам скажу, наверное, четвёртая версия моего подхода к персональной стратегии, основанная на персональных ценностях. Мне кажется, она вот сегодня более или менее, она сбалансирована.